Всем привет, меня зовут Катя и в сегодняшнем видео вы увидите ТОП-10 самых сексуальных девушек косплеек. Ну что ж, поехали! На 10 месте расположилась Джиада Робин. Эта итальянская профессиональная косплейщица с модельной внешностью начала косплеить из-за большой страсти к аниме, манго, фильмам и видеоиграм. Джиада выступила в Luka Comics and Games в 2008 году, где она победила, представив косплей на Ника Робин. После этого она продолжила свое приключение в волшебный мир косплея под именем Джиада Робин. 9 место занимает талантливый художник, скульптор, косплеер из Калифорнии Николь Мэри Джин. Ее страница на Фейсбуке собрала более 900 тысяч лайков ее поклонников. Николь впервые познакомилась с косплеем в 2011 году. За все время своего хобби девушка создала более 80 костюмов своих любимых персонажей из фильмов, книг, видеоигр, комиксов и аниме. В свободное время от создания костюмов Николь создает аксессуары и другие детали костюма для своего интернет-магазина. В настоящее время девушка работает над костюмами любимых персонажей из видеоигр и аниме. На 8 месте нашего рейтинга очутилась жительница Нью-Йорка благодаря своему пятилетнему опыту в жанре косплея София Сиван. Софию никогда не встретить наряженной в унылые банальные костюмы Лары Крофт или Черной вдовы. Она прославилась своей манерой скрещивать различных персонажей, создавая оригинальные и остроумные наряды. Например, пару лет назад она нарядилась в удивительную смесь Дэдпула и Калисы из Игры Престолов. 7 место. Айви Думкитти. Айви Думкитти обладательница многочисленных титулов в области международного косплея. Кроме того, девушка работает костюмером, моделью и даже рисует. Имея пышные формы, преданная поклонница косплея за всю свою жизнь стремится доказать общественности, что независимо от своих форм и размеров, каждый человек достоин заниматься любимым делом. На 6 месте разместилась американка Яя Хам. Привлекательная модель, дизайнер по костюмам была замечена в косплее с 1999 года, после посещения первого в жизни конвента Эниме Экспо. С тех пор Яя и косплей – неотделимое понятие. Она является постоянным судьей соревнований косплея. Яя была названа одним из самых популярных косплееров в 2014 году. Яя Хам сама шьет свои костюмы и более того, совсем недавно она выпустила линию тканей для косплея под собственным брендом. Пересекая экватор нашего рейтинга, на 5 месте Рики Лекотти, известная как Риддл. Риддл познакомилась с миром косплея и компьютерных игр в раннем возрасте. Она переехала из Канады в Соединенные Штаты, где продолжила свою работу в качестве костюмера. Девушка широко известна благодаря своей способности создавать в реальности такие же костюмы, какие можно встретить в аниме. На данный момент ее фото на Фейсбуке набрали более 400 тысяч лайков, а в Твиттере ее читает более 53 тысяч человек. Четвертое место нашего рейтинга занимает одна из самых популярных косплеев в мире – Алодия Гассиен Фау с числом подписчиков более 4 миллионов. Начала заниматься косплеем в 2003 году в возрасте 15 лет. Она была названа королевой косплея на Филиппинах и признана за вклад в направление повышения авторитета косплея. Ее популярность началась в 2003 году, когда она выиграла мероприятие под названием C3 Конвенции в 2003 году, как Gun Match Riku из Final Fantasy X2. С тех пор она перевоплощалась в более 40 различных персонажей видеоигр и аниме. Алодия весьма творческая личность и кроме косплея, известная миру как модель, актриса и певица. На сегодняшний день на ее счету более 40 персонажей различных фильмов, видеоигр и аниме. Вот мы и добрались до тройки лидеров. И прежде чем огласить список лучших, давайте вспомним всех участниц, которым уступили. Десятое место – юная Джаада Робби. Девятое место – Николь Мэри Джинс, ее поддержка 900 тысяч поклонников Фейсбука. Восьмое место – непредсказуемая София Сева. Седьмое место – пушногруда Айви Дункити. Шестое место – большеглазая азиатка Яя Хан. Пятое место – фанатка аниме, известная как Ридо. Немного уступила тройке лидеров представительница филиппин жанра косплея Алодия Кассиен Пау. Вот мы и добрались к самому вкусному. Тройку лидеров открывает Мэри Клотт Бурбуней, канадская косплейщица и модель. Работая модельером и костюмером, со временем она осознала собственный потенциал и начала заниматься косплеем. Мэри Клотт впервые примерила на себя образ Фрост из Mortal Kombat в 2009 году. Она официально стала одним из самых известных северноамериканских косплееров в 2010 году, одетая в латексный костюм Сью Шторм. Один из ее самых последних косплеев Рахнера был показан на Эниме Экспо 2016 года. Немножко уступила лидеру Лиана Вамп. Была замечена в косплее с 2010 года, где она впервые появилась в образе Леди Чубаки. Лиане безумно нравятся вампиры, в особенности их стиль одежды. Также она считает себя настоящим гиком и обожает фильмы в жанре ужасов, научной фантастики и фэнтези. А еще она носит накладные клыги, но не всегда считает, что вампирша – это вампирша с клыками и без них. Лиана является создателем сайта ilovenategirls.com, посвященный девушкам-гикам и косплеершам. Больше всего Лиана Вамп предпочитает перевоплощать мужских персонажей в женские версии, например, косплей Боб Фетт. Вот мы и добрались до бесспорного лидера нашей десятки. Прошу любить и жаловать всеми известная и любимая Джессика Нигри. Свою любовь к аниме, которую Джессика испытывала, будучи пятилетним ребенком, воплотила став профессиональной моделью в искусстве косплея. Начиная с образа сексуального Пикачу на Сан-Диего Комик-Кон, стала вирусным интернете. Причиной, по которой она выбрала Пикачу для своего первого косплея, является безумная любовь ко вселенной покемонов. Ее любимая сцена, где Эш спасает Пикачу от стаи Спироу. Помимо аниме и косплея, Джессика большое количество времени тратит на видеоигры. Будучи ребенком, Джессика жила в Новой Зеландии. А кого вы считаете самой сексуальной косплещицей? Пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!